Тула всегда сновилась своим красностенным кремлем. Субтитры создавал DimaTorzok В былые времена здесь жужжали торговые ряды. А в 17 веке под северной стеной на берегу реки Упа работала ярмарка странных механизмов. Понятно дело, всех забавляли необычного вида велосипеды. Некоторые из них имели по три колеса, другие по два, или даже одно, а третье – ни одного. Многие не понимали назначение колеса, надевали их на себя и пытались покрутить. Говорят, была одна девушка, она на своем животе по многу колес проворачивала. Да не два, не три, а десять, двадцать и даже сто. Люди смотрели на нее и удивлялись, зачем эта баба так упражняется. Но к колесам и велосипедам все быстро привыкли. И со временем уже мало кто им удивлялся. Разве что заезжие зеваки, которые и покупать-то ничего особенного не собирались. Те же, кто приезжал на тульскую ярмарку специально, знал, зачем он сюда ехал. Молва людская стерет землю тонко, но быстро. Здесь шепнул, там отозвалось. Если кому что-то особенное понадобилось, он пускал ухо по земле и ловил свои личные подсказочки. А уже они приводили внимательного слухача туда, где ждал его особенный интерес. Так вот, поговаривают, что на ярмарках тех не только ободья колесам продавали и не только на телегах гонялись вдоль речушки. Народная молва сохранила свои лоскуты, которые до сих пор нашептывают нам кубы о том, как на ярмарках тульских роботами торговали. И было это все. В те самые далекие времена. Тульские мастера создавали существ в тайных лабораториях Кремля. Куда, говорят, вели зарытые теперь подземные ходы. Начинались они в Тайницкой башне. Так вот, понаделав в секретных погребах безжизненных кукол, вдохнув в них подобие живой души, выставляли этих роботов на продажу прямо здесь же, на набережной. В шутку завомые елисейскими полями, то есть полями мертвецов. Выставка, говорят, была аховая. Зеваки глазели во все глаза. Кому было интересно, кому страшно, а кто и покупал себе мертвяка самодельного. Рассказывали, один мужичок купил для хозяйства пару роботов. Сначала они исправно работали за этого мужичка, а потом выгнали его из собственного дома. Вот он сказку об этом и сложил. «Двое из ларца» она называется. На ярмарке народу было интересно все. Люди хотели знать, что эти роботы могут. А продавцы, желая втюхать свой товар, знамо дело ни от какой рекламы не отказывались. Те умельцы, кто сделал танцующих роботов, устраивали танцы. Кто-то индийские. И такие машины смешно закидывали ноги и складывали руки. Но людям нравились их незамысловатые движения и примитивные одежды. Кто-то устраивал танцы цыганские. Они были веселее. А юбки у роботов развивались и крутились так, что срам чуть было не выскакивал полностью. Иные устраивали танцы совсем непонятные. Их роботы вместо партнера танцевали со стульями. Да и танцы ли это были? Обычно с такими умельцами лекари после ярмарки долго о чем-то разговаривали. Особенно старательные умельцы понаделали бронзовых римлян и таких же женщин. Такие мастера поначитались всяких лживых летописей и всерьез уверовали, что такие римляне живыми где-то встречались. Но над такими умельцами даже бабы смеялись. Они сами-то понарожали много кого, но бронзовых последов никогда ниоткуда не появлялось. Но больше баб веселил задеристый нрав механических римлян. С бронзовым мечом и в юбке они убивали всех на повал смехом. И толпа собиралась, смотрела на все эти достижения, а понять не могла, была ли это шутка, заказал ли таких танцоров и бронзовых роботов кто-то специально. Или, что особенно пугало, может такое, какая баба специально выродила. Как и положено, на торжище товара было много и разного, но всякий экземпляр в конце концов своего покупателя находил. Серьезная часть торгов проводилась отдельно. Здесь матерые покупатели требовали проверки товара, и некоторым роботам они устраивали испытания. Препарировали и смотрели, как устроены эти механические существа. После такого изучения испорченные образцы сплавляли в крематории. Ладьи, груженные уже отслужившими роботами, медленно двигались по УПЕ на запад, отмеряя свой путь десятками красных траурных фонарей. Говорят, бывали дни такие, когда мир человеческий переворачивался, лето мгновенно сменялось зимой, а день ночью. Все превращалось, но двигающимся по УПЕ ладьям кромешную темень разгоняли все те же красные фонари. Много тайного было в те годы, но все это было давно. Оно покрылось паутинной историей, и люди забыли чудеса своего города. К тому же крест всему положила страшная болезнь, накрывшая город полностью. Люди, подхватившие ее, теперь сами желали уподобиться роботам, которых прежде сплавляли по УПЕ. И каждый из таких больных льнул кресту, на котором прежде был распят один из подобных образцов. Людям, которых обуяла крестовая болезнь, казалось, что в крематории им будет несравненно лучше, чем в этом мире, полном переживаний и невзгод. Заболевшие даже не предполагали, что такие мысли стали результатом того, что в головах больных поселились ужасные паразиты. Их долго не могли рассмотреть, но все же через некоторое время образцы этих злобных бактерий были пойманы. Оказалось, что они грызли мозги горожанам. А горожане из-за этого падали на крест и молили его, чтобы крест отправил их по реке вдоль череды красных фонарей в самое жерло такого ужасного, но такого желанного теперь крематория. Шли века, крематорий пожирал свое, и великая жатва шла полным ходом. Шла она до того, пока в этот теперь уже бедный город не заявился новый божок. Он был размером с ничто. Его никто не мог разглядеть. Даже те бактерии, которые прежде разъедали головы горожан. Теперь и они всполошились. Они не видели нового божка, но ощущали его присутствие, ибо этот божок с ними, бактериями, не церемонился. И так же, как они людям грыз мозги и им. Бактерии перестали обращать внимание на горожан. Они забросили свои ранее очень важные кресты, обросли белой шерсткой и стали мягким подобием овечек, которых, как им казалось, новому божку убивать будет жалко. Надо сказать, что овечки не потеряли чувство реальности. Они вспомнили старый способ защиты, который разработали еще их предки. Он заключался в следующем. В прежние времена существовал тайный обряд. Он назывался «козел отпущения». Несмотря на то, что в нем упоминался козел, обычно жрецы брали баранчика или овечку, резали их, и тем отпускали грехи всей провинившейся общине. Жрецы считали, что это работает. И когда бактерии поселились в головах горожан и захватили власть над их мыслями, то такая победа стерла греховную боязнь. Однако теперь, когда появился лютый враг и община прежних захватчиков сама оказалась под ударом, голос предков превратил теперь уже и бактерий в невинных барашков. Он стал заставлять их отыскать того барана, которого надо принести в жертву новому богу – барановирусу. А барановирус тем временем проявился. Его нарисовали страхи больных горожан. Хотя вируса никто по-прежнему не видел, фантазии испугавшихся приделали ему рога, торчащие на его голове. И молва утверждала, что именно этими рогами он загрызет насмерть бедных овечек. Другие подумали, что барановирус прячется в большом шаре. Эти последователи принялись катать коричневые шары, чтобы такими экскурсиями ублажить злобного башка. Однажды по городу пронеслось, что будто бы барановирус прячется в одном мальчике, который как-то странно себя вел. Овечке, вспомнив свое безжалостное прошлое и притворившись белыми и пушистыми, принялись было воевать с барановирусом, якобы прячущимся в мальчике. Но так и не смогли ни отыскать его, ни поймать. Изнемогая от злобы, они принялись грызть этого мальчика, хотя он и не сделал им ничего плохого. Даже наоборот, мальчик подсказал барана бактериям, где искать их новоявленного бога и показал, что прародителями этого божества стали они сами и их бесконечная злоба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok